Как и обещал сегодня в нашем эфире, поднимем тему известного тикток-блогера, инстаграм-блогера, по его мнению, почему-то военнослужащего, военно-генерала Рамзана Ахматовича Кадырова, более известного как Дон-Дон, но тем не менее. И также есть информация из Киевской области, из Макарова, где совершали военные преступления граждане Российской Федерации и, возможно, даже кадыровцы. Киевская областная военно-гражданская администрация показала очередные кадры очередного города, ранее невероятно красивого Макарова, это село, если не ошибаюсь, под Киевом. Вот такие кадры, вот что несет с собой русский мир, настоящий, истинный, а не тот, о котором рассказывают по российским телеканалам, о котором говорят российские пропагандисты. Русский мир – это уничтожение всего цивилизованного, всего культурного, всего гражданского и точно не военных объектов, как говорят Соловьевы, Скобеевы и другие Киселевы. Ну и есть информация также из Киевской области, там нанесен был удар ракетный по инфраструктурному объекту, данные от областной военно-гражданской администрации, в результате произошел пожар, который уже ликвидирован. И есть пока что неподтвержденная информация, мы ждем подтверждения, что с начала войны в Украине от рук оккупантов погибло 186 детей, более 340 ранены. С частными на связи уже Александр Мережко, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики, межпарламентского сотрудничества. Александр, здравствуйте, рад приветствовать в нашем эфире. Доброе утро. Доброе. Хочется говорить, знаете, доброе. К сожалению, доброе мы его пока называть сложно. И если говорить конкретно о нашей теме, нашего разговора, эта персона становилась популярной постепенно после своего отца, который также руководил Чечней, который пытался, скажем так, сделать Чечню сначала независимой, а потом стал частью кремлевской идеологии, говорю о Рамзане Кадырове. Кадыров, если говорить о последних его заявлениях, он вновь заговорил о наступлении очередном на Киев по приказу Путина, об этом бородатый тиктокер сообщил в виде обращения своем. При этом он заговорил о планах освободить, тут большие должны быть кавычки огромнейшие, больше, чем столы Владимира Путина, освободить Донецк и Луганск. Я напомню, они оккупированы боевиками, опять-таки, может, это когнитивный диссонанс у Рамзана Ахматовича. Луганск, Донецк, освободим, такая задача поставлена Владимиром Путиным, а потом заберем Киев и все остальные города. Пригрозил предводитель первого времени в мире инстаграм спецназа. Вообще, давайте так, хочется сначала вашу личную оценку услышать Рамзану Кадырову, если можно, без абсцентной лексики. Я понимаю, что очень много есть оценок именно такого рода, но, тем не менее, кто такой Кадыров в этой кремлевской системе, военной, политической, по вашему мнению? Ну, я могу сказать, кем он является. Он, во-первых, является героем России, и он является академиком какой-то академии. То есть у него достаточно много регалий в российской системе, хотя все мы прекрасно понимаем, что это абсолютно какое-то дикое существо, которое постоянно делает дичайшие заявления. Но в то же время, то, что он заявляет, иногда это, знаете, вот как Жириновский был такой политик небезызвестный, который, что у Путина на уме, то у Жириновского на языке. Вот иногда те заявления, которые делает одичавшее существо Кадыров, это является выражением того, что Путин хотел бы донести до других. То есть это его фантазия, я имею в виду Путина, его галлюцинация. Вот Кадыров является рупором таких галлюцинаций своего фюрера. Еще также Кадыров, по крайней мере, представляет себе как главный голос Чечни и всех чеченцев, не скажу, что республики Эйчкерии, но тем не менее. Грозного как минимум, что именно он главный представитель и истинный носитель вот этой чеченской идеологии. По вашему мнению, так ли это? Ну, на самом деле это не так. Я, знаете, к этому отношусь все-таки как юрист-международник. И мы помним те события, которые предшествовали вообще, каков статус Кадырова, он глава оккупационной администрации в Чечне. Потому что в 96-м году в результате Чеченской войны Чечня победила Россию, и Россия была вынуждена устами президента Гельцина официально признать независимость Чечни. Это, так сказать, юридический факт. Было заключено два международных договора с Чечнёй. То есть, по сути, Россия сама признала, что Чечня является независимым государством. Затем последовало, уже связанное с приходом к власти диктатора Путин, тогда он ещё, так сказать, маскировался соответствующим образом, но имела место война, геноцид. То, что происходило в Чечне, это был тот же самый настоящий геноцид чеченского народа, осуществляемого российской армией. И в результате был установлен оккупационный режим, во главе которого стал вначале отец Кадырова, а потом, знаете, как в Северной Корее власть была передана, оккупационная власть его сыну. А на самом деле, конечно, мы имеем дело с оккупационным режимом, во главе которого стоит марионетка Кадырова. Исходя из этого, можно ли назвать тогда самого Кадырова, его отца, предателем чеченского народа, предателем ислама, предателем республики Ичкерии, той независимой идеей, о которой говорил Джухар Дудаев, за которую боролись чеченцы, истинные представители своего народа? Безусловно. То есть он является предателем по отношению к своему народу, он является соучастником, по сути говоря, геноцида своего собственного народа. Я уверен в том, что рано или поздно, так сказать, он понесет всю полноту ответственности, и чеченский народ его не простит. Настоящие чеченцы, они ведут борьбу за независимость Украины. Они как раз вот нас поддерживают. Поэтому ту часть общества, которую представляет Кадыров, это, ну, как сказать, вот, я ищу какое-то слово, но, во всяком случае, это не настоящие чеченцы. Это коллаборанты. Вот выражаясь юридическим языком, это коллаборанты. Я напомню, что против путинских, путинская армия с 2014 года воюет, вот, как вы сказали, защищает Украину международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, истинного представителя своего народа. Вот они, истинные чеченцы, скажем так. Вы говорили, мы уже сказали, что об инстаграме, тиктоке, вот этих вот вещах Кадырова, которыми он пользуется ежедневно, но о его истинной роли конкретной, вот, чем он является для Кремля. Есть, скажем так, предпосылки думать, что между Кадыровым и определенными ветками, башнями Кремля, есть небольшие такие конфликты, может и большие, просто мы о них не знаем. После заявления главы российской делегации, переговорной, господина Мединского, Кадыров, ну, довольно-таки в однозначной форме отзывался о Мединском, о тех компромиссах, на которые якобы готова пойти Российская Федерация, также перманентные конфликты с Песковым, непосредственно прямым, человеком, который имеет прямое отношение к Владимиру Путину, и из-за вот постепенно возгорающихся таких конфликтов, минимальных, либо крупных, мысль начинает зарождаться. Слушайте, а не является ли Кадыров такой одновременно оружием Кремля и опасностью для Путина, для вообще кремлевских приспешников? Ну, я думаю, мы помним, как с опасными элементами справляется Кремль. Ну, Кремль использует такие опасные элементы, например, вот убийство Немцова, мы помним, то есть, и другие политические убийства в России, то есть, здесь Кремль пытается использовать. То, что касается Кадырова и каких-то там трений, которые существуют, не существуют между башнями Кремля, то это такая своеобразная внутренняя борьба между царскими лизоблюдами, да, вот. И здесь вот Кадыров просто, он стремится как бы быть поближе к царю, к диктатору, ну и, соответственно, проявлять больше, больше такой настойчивости или по отношению, больше радикализм, мягко говоря, по отношению, по сравнению с другими лизоблюдами. Вы помните, перед войной украинцев пугали, на самом деле, вот эти кадыровцами, приедут кадыровцы, тут все, что-то сделают. Вооруженные силы Украины довольно успешно справлялись с частями, скажем так, и в Гастомеле было много погибших кадыровцев. Похоронки массово отправлялись на территорию Чечни, скажем так. И еще Кадыров говорил, если не ошибаюсь, 26 раз, Кавказ Реалии говорили об этом, 26 раз Кадыров заявлял о скором взятии Мариуполя. Ну, это тоже много говорит об эффективности вот этого вот бойца, в скобочках. Если говорить о страхе перед Кадыровым, кадыровцами и его бойцами, пытались пугать украинцев. Но мы точно знаем, что в Российской Федерации боятся чеченцев, кадыровцев, именно как таковых. Уже много было эксцессов, происшествий с кадыровцами. А экстраполируется ли вот этот страх на Кремль? То есть, ну, грубо говоря, боится ли Путин, Кадырова и, возможно, радикальных действий Рамзана? Ну, кстати говоря, была такая версия о том, что, по сути говоря, вот те дотации, которые Москва, Россия, так сказать, направляют в Чечню, это своего рода... ...со связью... ...дикий варварский режим, который... Так, слышно? Слышно? Да, 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 да. Александр, сейчас возобновилась связь, вам слово. Да, ну, была версия по поводу того, что то, что Россия направляет колоссальные дотации в Чечню, которые вот этот дикий варварский режим местный, так сказать, присваивает, то это является формой подкупа. Подкупа. То есть, какой, как ядно, в Кремле есть. Ну, вот те зверства, которые творили, ну, как мы называем, кадыровцы, да, на Украине, то, конечно, они пугают, но они, в общем-то, такие же зверства были совершены и другими представителями российских оккупационных войск. Когда мы говорим о преступлениях, военных преступлениях, преступлениях против человечности, в том числе кадыровцы, мы должны иметь в виду одну простую вещь, что все это преступления российской армии, российской оккупационной армии, которая ведет агрессивную войну на нашей территории. И в конечном счете... Есть, да, небольшие проблемы со связью. У нас, Александр, как слышите? Да, да, нормально. Сейчас слышно? Да, 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 слышно. Опять вам слово, да, продолжайте мысли. Мы сейчас можем возобновить связь. Да, уже возобновлена. Александр, еще раз вам слово. Небольшие проблемы, прямой эфир, ну что поделаешь. Да, да, ну это хорошо, это то, что оживляет несколько даже, значит, наше общение. Я просто хотел подчеркнуть одну мысль, что за все преступления, военные преступления, преступления против человечности, за все зверства, которые совершили на территории Украины кадыровцы, несет ответственность российская оккупационная армия, ее главарь, ее верховный главнокомандующий Путин. То есть в конечном счете он несет ответственность, юридическую, уголовную ответственность за все эти преступления. Я еще напомню, что Кадырову недавно буквально вручили погону генерал-лейтенанта, теперь вот этот инстаграм-боец еще и генерал целый, пока что целый. Давайте так, также есть такая мысль, что чем больше Путин теряет власти, чем больше он проигрывает в Украине и в военном плане, и в политическом плане. Ну в политическом он уже проиграл, давайте говорить уже, это, наверное, как о свершившемся факте все-таки. А вот если военный, такая мысль была, что в случае, если Путин точно проиграет в Украине, это развязывает руки Кадырову, который в принципе поймет, что, слушайте, если украинцы, там 20-е, 20-е армии мира смогли победить вторую армию мира, условно вторую, как мы уже понимаем, то я со своими бойцами в ботинках Гуччи точно смогу и разгвардии рога обломать, и другим, и другим, и другим, что Кадыров пойдет на Москву. Как вы оцениваете вот такую перспективу радикальных действий Рамзана Кадырова по отношению, по сути дела, к своим хозяевам? Ну, можно ожидать всего, что угодно. Такая вероятность действительно существует, как только Кадыров увидит слабость своего вождя, а, знаете, в этой системе очень жестокой, бесчеловечной слабость диктатора не прощается. Вот как только он заметит такую слабость Путина, как в этом известном мультфильме «Акела промахнулся», то, соответственно, он начнет думать о собственном выживании. А выжить он сможет только за счет укрепления своей личной власти и за счет того, что он сбросит со счету своего вожака, то есть Путина. И воспользуется ситуацией, безусловно, это вполне естественно для такого психотипа, как Кадыров. Вы знаете, Александр, я сейчас ставлю себя на место россиянина, который, условно, сейчас наслушает, либо будет после слушать уже в записи, который не поддерживает Путина, но когда ему говорят «кадыровцы», начинают, грубо говоря, бояться, потому что долго создавали вот этот вот миф большой, который разрушен, кстати, был в Украине, о большой кадыровской армии, о людях, которые там бесчинцуют, готовы убивать своих жен. В общем, вот эта весь большая история Кадыров и его опричники, скажем так. И вот сидит человек и думает «хорошо, если не все так страшно, что мне делать? Я все равно боюсь, я все равно не хочу против них выйти. Даже если человек живет, условно, ну, тем более, если человек живет в Грозном, либо в Чечне вообще как таковой, либо на его улицах бесчинствуют кадыровцы именно, а не истинные чеченцы». Что бы вы могли сказать вот такому гражданину Российской Федерации? Ну, выход очень простой. Сейчас, в общем-то, перед гражданами России есть два пути. Первый путь – это сопротивление, путь, направленный на то, чтобы устранить от власти военного преступника Путина, и тем самым сохранить какие-то остатки, не скажу чести или уважения, но, по крайней мере, получить шанс на цивилизованное будущее. Это первый путь. Второй путь – это вот такого, ну, по сути говоря, соглашательства с тем, что происходит, и в итоге население России, оно будет нести ответственность тоже, поскольку это население государства-агрессора, государства-террориста, и рано или поздно за это придется расплачиваться, как в свое время пришлось расплачиваться немецкому народу за преступления нацистского режима. В данном случае есть два таких пути, и каждый россиянин должен выбрать этот путь для себя, определиться, потому что пока еще остается какое-то окно возможности, какое-то время необходимо все-таки сопротивляться и устранять от власти вот этот диктаторский режим. Тогда, только тогда можно рассчитывать на что-то в будущем, а иначе, иначе это будет очень печально. Александр, в конце понимаешь, что прогнозы, тем более в данный момент, это очень неблагодарное дело, но тем не менее, вот в ближайшие перспективы, какова роль будет Кадырова, будет ли эта роль, давайте так, меняться, от такой страшилки для украинцев и россиян в том числе, до чего-то конкретного радикального? Прогноз, да, если можно вопрос повторить, я не услышал. Если попробовать спрогнозировать дальнейшую роль, ну, в ближайшей, среднесрочной, давайте так, в короткосрочной перспективе, самого Кадырова, его инстаграм бойцов так же? Ну, для него это печально закончится, это, скорее всего, закончится как для Каддафи, а его значительная часть, ну, я думаю, я не назову тут процента, но просто огромная часть чеченцев в самой Чечне ненавидят, они понимают, кто это такой, они в какой-то момент будут бороться, его устранят от власти, вот это наиболее такой вероятный исход, то есть, знаете, диктаторы, они заканчивают все-таки плохо, вот, особенно и в 21 веке, и события развиваются стремительно, это может произойти совершенно неожиданно в любой момент, но ничего хорошего я там не вижу для него. Ну, как и вся Украина, в принципе, будущего Кадырова точно не видит. Александр, говорю огромное спасибо, спасибо, что стали частью нашего информационного марафона, берегите себя. Напомню, что Александр Мерешко, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», представитель украинского народа, был с нами на связи. На самом деле, господин Кадыров, я много читал комментарии под постами о Кадыровцах, о самом Кадырове, есть такой-то почему-то тезис, что Рамзан Ахматович, как и Ахмат Кадыров, они нагнули Кремль, нагнули всю Россию, таким образом, Россия за счет своего бюджета восстановила Грозный, который ее уничтожила, теперь же Грозный и Чечня вообще полностью живет шикарно, это не так сразу же, Грозный и остальная Чечня, это разные территории, давайте так, если в Грозном есть асфальт, то не значит, что за 30-40 километров от столицы Чечни асфальт этот будет. А в Киеве, кстати, а в Украине, ну, есть, это точно, 30-40 километров от столицы Украины. Это предатель чеченского народа, предатель идеи независимости Чечни, которая абсолютно не является частью Российской Федерации, если говорить о культуре, об идеологии, о понимании своего будущего и так далее. И вот этот персонаж, это, по сути дела, клоун. Именно так его воспринимают военнослужащие украинские, которые, видев сообщение самого Кадырова о том, что он якобы находится в Украине, призывали, вызывали Кадырова на честный бой, ну, не на один на один, ну, даже, возможно, почему бы и нет. Вот, чтобы он там показал свою воинственность, которую он насыщает свой инстаграм-страницу, свой твиттер-страницу, там, тикток-страницу и так далее. Не может, не хочет, значит, по факту врет. Его называют также пехотинцем Путина, диванным генералом, предателем Эчкери или просто Дон-Дон, также такие массажи есть. Это все как раз о Рамзане Кадырове. В своей манере, в социальных сетях, они на поле боя, он рьяно почему-то доказывает свою силу, силу своих подразделений, несокрушимость кадыровцев и некогда второй армии мира. А также угрожает украинским защитникам. О том, какова истинная роль блогера-бойца, блогера-генерала в российско-украинской войне, разбирались мои коллеги. Давайте посмотрим материал. Российские войска будут наступать не только на Мариуполь, но и на Киев. Это анонсировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, более известный в простонародье как Дон-Дон. Потом дальше заберем Киев и все остальные города. Однако, согласно логике Кадырова, оккупационная армия пойдет забирать города, чтобы их не забирать. У нас цель не забрать города, у нас цель уничтожить этих бандеров, нациков. Но в первую очередь доблестный генерал войск соцсетей планирует освободить Луганск и Донецк. И это ничего, что города уже 8 лет как под российской оккупацией. Свой уровень осведомленности, а точнее полный неосведомленности о ситуации в Украине Кадыров подтвердил еще несколько недель назад. Тогда он призвал охотиться на голову внимания Степана Бандеры. Таким образом, украинцы скорее посмеиваются над Кадыровым, нежели боятся. А согласно планам Кремля, предатели Ичкерии должны были именно бояться. Однако реальность в который раз доказывает – Украина не Россия. Образ Кадыровцев, таких башибузуков, таких людей, готовых к неустанному насилию, готовых к, скажем, таким жестоким действиям. Этот образ создался в русском воображении. Не работает это, когда кадыровцы, сам Кадыров, сталкиваются с другой силой. Силой, которая готова противостоять, которая не пугается, не боится. К словам Кадырова, относиться серьезно не стоит, уверены эксперты. Громкими заявлениями он лишь пытается поддержать свой образ. Его слова о планах наступления российских войск отказался комментировать даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Это одно из проявлений его имиджа, его представления о том, как должны выглядеть и правильно разворачиваться события. Ну а лично сам он, собственно, не способен ни на что другое, чем просто сотрясение воздуха. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Рамзан Кадыров только то и делает, что публикует бесчисленные фейки о войне. То об оккупации Мариуполя, то о гибели батальона Азов. Пытался даже уверить подписчиков, что лично находится в Украине. Но это вранье быстро рассекретили. Валерия Никипелова специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Спасибо моим коллегам за вот такой подробный материал о том, кто такой на самом деле Рамзан Кадыров. И, кстати, если Кадыров хочет охотиться на Степана Бандеру, Степан Андреевич ждет его на своей территории. Давайте так. Он его ждет, он его ожидает. Надеюсь, в скором времени Рамзан Ахматович присоединится, скажем так, придет туда, в том месте, где находится сейчас Степан Андреевич Бандера. По-другому не скажешь. И сейчас можем, кстати, добавить также оперативной информации. Добавлю, что до продолжения темы о Кадырове, судя по тикток-страницам наших военнослужащих, вот прямо сейчас смотрю это видео, наши военные уже готовят. Подарок для кадыровцев, естественно, думаю, понятный. Какой подарок, какие сюрпризы для армии Рамзана Кадырова готовят наши войска.